В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте! Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа в Пенсильвании. Во время его выступления произошла стрельба. Политик получил ранение уха. Кроме того, во время стрельбы погиб один из зрителей, двое тяжело ранены. По данным издания CNN, стрелок ликвидирован. На месте события найдена винтовка. На инцидент отреагировал и президент США Джо Байден. Он провел телефонный разговор с Трампом. А в соцсети заявил, в Соединенных Штатах Америки нет места насилию. В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, поскольку услышал свист, выстрелы и сразу же почувствовал, как пуля пробила кожу. Меня проинформировали о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Мы благодарны секретной службе за то, что они доставили его в безопасное место. В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться, как одна нация, чтобы осудить это. Джо Байден, президент США. В соцсети X. Расследование стрельбы в Пенсильвании возглавит Федеральное бюро расследований. Об этом сообщает Associated Press. ФБР подтвердили, что стрельба была покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа. У стрелка не было с собой удостоверения личности. Поэтому следователи использовали биометрические данные. Информации о мотивах злоумышленника нет. Кроме того, во время расследования Бэр будет сотрудничать с секретной службой, а также с местными и государственными правоохранительными органами. По словам генерального прокурора США Америка Гарланда, расследование также ведут Федеральное агентство Министерства юстиции, прокуратура Западного округа Пенсильвании и отдел национальной безопасности Министерства юстиции. Насилию нет оправдания. Так, на стрельбу во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа отреагировал глава украинского государства Владимир Зеленский. Ужасные преступления, которые можно только осуждать, которые демонстрируют, насколько серьезны вызовы глобально сейчас перед демократией. Насилие ни в одной форме нигде абсолютно не должно возобладать. Я уверен, что Америка достойно пройдет этот вызов. Я желаю скорейшего восстановления господину Трампу, сил, поддержки и всем пострадавшим. Пусть каждый злой умысел терпит неудачу. И пусть все, кто может возвращать безопасность, действительно делают это. Слава Украине! На инцидент со стрельбой во время выступления Дональда Трампа также отреагировали Великобритания, Канада и Австралия. Представители этих стран осудили политическое насилие. Это невозможно переоценить. Политическое насилие никогда не приемлемо. Мои мысли с бывшим президентом Трампом, участниками мероприятия и всеми американцами. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, в соцсети X. В демократическом процессе нет места насилию. Я рад слышать сообщения о том, что бывший президент Трамп сейчас в безопасности. Энтони Альбанеза, премьер-министр Австралии, в соцсети X. Мы шокированы сценами на митинге президента Трампа в Пенсильвании. Мы решительно осуждаем все формы политического насилия и шлем лучшее пожелание президенту Трампу и его семье в это время. Представители офиса британского премьер-министра. Сара и я были шокированы явным нападением на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление. Бениамин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, в соцсети X. Иран и Россия стремятся к углублению отношений и сотрудничества, пишет Институт изучения войны. Недавно новоизбранный президент Масуд Пазишкиен похвалил Китай РФ за поддержку Тегерана и заявил, что Кремль является ценным стратегическим союзником для его страны. По словам Пазишкиена, его правительство останется приверженным расширению сотрудничества с Российской Федерацией. Кроме того, он подчеркнул, что Иран стремится к миру между Россией и Украиной и готов поддерживать инициативы, направленные на его достижения. В то же время российский посол в Иране заявил, что стратегический курс РФ не изменится. По его словам, Москва готова рассмотреть предложение мирного посредничества со стороны Тегерана. Кроме того, Иран и РФ подпишут соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Швейцария подозревает российского дипломата в шпионаже. Генпрокуратура Швейцарии расследует дело в отношении российского агента и других лиц, которых подозревают в нарушении нескольких законов. Правоохранители выдали ордер на арест. Аккредитованный дипломат подозревается в шпионаже, попытке приобрести оружие и опасные материалы. Сейчас он покинул страну, но правоохранительные органы просят Министерство иностранных дел отменить дипломатический иммунитет, чтобы при возвращении в страну его можно было арестовать. Генеральная прокуратура совместно с федеральным управлением полиции уже провела обыски в нескольких кантонах. Подозреваемых обвиняют в нарушении закона о военных материалах, закона об эмбарго и закона о контроле за товарами. Германия наращивает военный потенциал. Берлин планирует заказать более ста самоходных гаубиц-боксер у франко-немецкой оборонной компании КНДС. Об этом сообщает Блумберг. Начальная поставка почти 80 единиц для немецкого бундесвера будет стоить около 2 миллиардов евро. Контракт будет включать почти 200 дополнительных гаубиц, чтобы Великобритания и другие союзники по НАТО могли потенциально приобрести некоторые из них для своих вооруженных сил. Армия РФ атаковала Купинский район в Харьковской области. Ранена женщина. Вследствие обстрела поврежден многоквартирный дом в селе Кругляковка. 70-летняя женщина получила ранение. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Также после обстрела российских войск горели складские помещения в Купинске. Предварительно противник нанес удары по городу из РСЗО. Более 700 управляемых авиабомб, более 170 ударных беспилотников и почти 80 ракет применила Россия против Украины за эту неделю. Такие подсчеты навел президент Владимир Зеленский. По его словам, масштабу этого зла должен соответствовать масштаб решений в защиту жизни. Он также напомнил, что в силах украинских партнеров укрепить защиту от террора. 160 боевых столкновений произошло за прошедшие сутки на передовой. Наиболее горячо было вблизи Новоалександровки на Покровском направлении, говорится в сводке генерального штаба ВСУ. На том же плацдарме захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых позиций. На остальных направлениях было в среднем по 10-15 штурмов. Все отбиты силами обороны. 1320 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили более 559 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили 7 российских танков, 32 боевых бронемашины, 46 артиллерийских систем и одно средство ПВО россиян. Кроме того, силы обороны Украины поразили 39 беспилотников, а также более 80 единиц автомобильной спецтехники и цистерн. России становится труднее скрывать огромные потери на войне против Украины и искать ресурсы для их возмещения, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В последние месяцы ежедневно на фронте гибнут более тысячи российских военных. Москва отправляет на фронт иностранных студентов и мигрантов. Подробнее в материале. Среднесуточные потери российской армии в мае-июне 2024 года выросли до максимума с начала полномасштабного вторжения России в Украину. За два месяца убитыми и ранеными российская армия потеряла более 70 тысяч человек личного состава, заявили в разведке Великобритании. Это примерно десятая часть от общих потерь армии страны-агрессора с февраля 2022 года, подсчитали эксперты. С начала войны Россия потеряла битыми и ранеными примерно 700 тысяч. Это практически вся армия, которая начинала войну 24 февраля 2022 года. Поэтому в данный момент это практически обновление как раз вооруженных сил России, но теми людьми, которые не обстреляны, которые не имеют высокого уровня боевой подготовки. Чтобы возместить потери без объявления всеобщей мобилизации, Москва активно вербует на фронт иностранных студентов, пишет агентство Bloomberg, со ссылкой на европейских чиновников. Студентам угрожают не продлить визы, если они откажутся воевать против Украины. Кроме того, российские спецслужбы задерживают выходцев из стран Африки, которые находятся в России по рабочим визам. Их ставят перед выбором – депортация или контракт с Минобороны. Смотри, принц, сзади, если будет стена, если будет преграда или окоп твой, не стреляй. Ты всех убьёшь. В Минобороны Великобритании констатируют, попытки России вербовать на войну против Украины граждан африканских государств вызваны дефицитом мобилизационного ресурса среди заключённых. Ведь именно на них в Кремле делали основную ставку. Теперь мигранты стали ещё одной целью Кремля. Российские правоохранительные органы проводят кампанию правового преследования мигрантов, в частности, из Центральной Азии, с целью побуждать их вступить в вооружённые силы России в обмен на гражданство или чтобы избежать ареста по выдуманным обвинениям. И сообщение Министерства обороны Великобритании. Власти хотят избежать роста недовольства в самой России. Информация о боевых действиях, которую транслирует внутренняя российская пропаганда, всё чаще вызывают у российского населения раздражение, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Особенно у родственников россиян, которых после тяжёлых ранений снова отправляют на фронт. После выписки из любого госпиталя, из любой больницы, ребят отправляют в Ростов, в резервную роту или в резервный батальон, боюсь шибиться, якобы для прохождения по новой ВВК. Но в ВВК там никто не проходит. Туда приезжают командиры из разных частей и набирают себе ребят, больных, кривых, косых, нервных, с переломами, не зажившими, с другими там проблемами, в штурмовики. Ну какие штурмовики? Когда оружие даже нельзя? Но несмотря на все усилия московских властей, численность российских сил не соответствует задачам ведения активных наступательных действий, которые ставит перед солдатами российское командование. Об этом уже открыто пишут прокремлёвские блогеры. В Москве этого не признают, но постоянно увеличивают региональные выплаты за подписание контракта с Минобороны. В одном из беднейших регионов страны Карачаева-Черкесии сумма единовременной выплаты тому, кто заключил контракт на службу в российской армии, составила полтора миллиона рублей. Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом. Обсудили поддержку Украины, продолжение сотрудничества в разминировании и кибербезопасности. Также политики говорили о следующих шагах для реализации результатов саммита мира, во время которого встречались до этого. А вот для президента Украины этот визит в Ирландию был первый. Кроме того, на следующей неделе он посетит Великобританию, где должен выступить перед европейскими лидерами. Также, по словам Владимира Зеленского, Украина работает над подписанием новых соглашений по безопасности с Ирландией, Чехией и Словенией. Об этом он заявил в утреннем обращении. Сейчас после визита в Соединенные Штаты есть решение относительно новых патриотов и десятков других систем ПВО. Мы работаем, чтобы силы и количество украинских патриотов стали еще больше. Я благодарен всем нашим партнерам, кто помогает. Есть три новых договора о безопасности для Украины. Польша, Люксембург, Румыния. И сейчас команда работает над новыми документами. Будут соглашения с Чехией, Словенией. И приняли решение после встречи с премьером Ирландии тоже готовить соглашение. Есть договор по Украине, Ukrainian Compact, одобренный на саммите НАТО в Вашингтоне. Это все об оружии для наших воинов, работе оборонных компаний в Украине и с Украиной, о поддержке нашего восстановления. Приехать в Украину в ближайшие недели надеется премьер Ирландии Саймон Харрис. Он принял официальное приглашение от Владимира Зеленского. Также политики говорили о привлечении большего внимания к теме незаконно депортированных России украинских детей. Я в абсолютном ужасе от того, что Россия похищает украинских детей. Я не верю, что мир знает об этом достаточно. Россия активно крадет детей из Украины, забирает маленьких младенцев и детей из рук родителей и везет их на временно оккупированные территории или в Россию. Саймон Харрис, премьер-министр Ирландии. И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. Традиционно рад вас приветствовать в нашем эфире. Добрый день. О какой помощи можно говорить со стороны Ирландии в вопросе именно реализации решений по результатам саммита мира и в частности, если говорить об усилиях по возвращению депортированных Кремлем украинских детей? Ирландия несколько специфическая страна, потому что Ирландия это нейтральная страна. У нее довольно небольшая армия и нет вооружения, она не может предоставлять военную помощь. Но в чем специфика украинского подхода и в чем дизайн украинской формулы мира Владимира Зеленского? То, что разные страны-партнеры могут найти в ней те приоритетные сферы, по которым могут работать. То есть, если Ирландия не может предоставлять летальную помощь Украине, то она очень активно включилась именно в гуманитарные вопросы. Это разминирование, это возвращение украинских детей, это прием украинских беженцев. Именно это, естественно, обсуждали два лидера стран во время своей встречи в самой Ирландии. И именно по этому треку и работает наша дипломатия с этой страной. Сам визит Владимира Зеленского в Ирландию какое имеет значение на дипломатической арене? Надо посещать все страны и очень важно, надо благодарить. И поэтому президент начинает все встречи с благодарностью за ту помощь, которая оказана. То есть Ирландия небольшая страна, повторюсь, она не имеет больших вооруженных сил, но она приняла больше 100 тысяч украинских беженцев. В процентном соотношении это очень много. Для украинских беженцев страна тоже удобная в том, что все-таки английский язык является одним из двух государственных языков. Поэтому англоязычные украинские беженцы довольно легко адаптируются в ирландское общество. И поэтому надо благодарить за это, надо благодарить за ту финансовую помощь. Через Европейский фонд мира Ирландия предоставила помощь уже на четверть миллиарда евро. Опять же Ирландия четко всегда говорит, что это не летальная помощь, это соответствует их концепции внешней политики. Но для Украины, и эта помощь очень ценна, потому что у нас есть много потребностей и в разминировании, и в восстановлении нашей экономики, нашей инфраструктуры. И поэтому эти средства используются для тех потребностей, которые существуют в Украине. Еще один важный момент. Анонсированный визит премьера Ирландии в Украину говорит не только о поддержке Украины, но и о том, что союзники, по сути, Украины не боятся приезжать в страну, которая находится под ежедневным обстрелом россиян. Каково от этого самой Российской Федерации вот такое наблюдать? Мы видим дипломатическую изоляцию Российской Федерации. И когда туда приехал Виктор Орбан, это подавалось просто как геополитический прорыв. А в остальном же действительно приезжают делегации не того уровня, которого хотели бы видеть в Кремле. Украина же через день принимает самых высоких политиков и дипломатов со всего мира. Это действительно их пребывание здесь, это не именно своими действиями демонстрирует поддержку Украины, демонстрирует то, что Украина не проиграет, Украина не может проиграть. И они на месте видят то, чем живет Украина. Они видят последствия тех страшных разрушений, которые наносят российские обстрелы. И на месте принимают решения о приоритетах в помощи, которые могут показать их страны. Еще один аспект хочу с вами обсудить на этой неделе. Киев и Варшава подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает возможность перехвата в украинском воздушном пространстве ракет и дронов, выпущенных в направлении польской границы. Также будет создан украинский легион для подготовки бойцов ВСУ на территории Польши. Соглашение содержит блок по сотрудничеству в оборонной промышленности, размещение польских компаний в Украине и совместное производство вооружения. Подписание договора состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в Варшаву. От польской стороны соглашение заверил премьер-министр Дональд Туск. Также стороны обсудили участие Польши в восстановлении Украины, развитии торговли и гуманитарное сотрудничество. Вот такая договоренность с Польшей. Как она может повлиять, помочь Украине на поле боя? У нас уже более 20 соглашений о безопасности. В Вашингтоне их объединили в украинский компакт, украинский договор. Об этом говорилось в сюжете. Чтобы вся эта помощь координировалась и предоставляла систем. Да, Украина один из ближайших союзников, ближайших соседей. Польша один из ближайших соседей Украины. И Польша и сама предоставляет очень большую помощь. Там более миллиона украинских граждан сейчас находятся. Польша является также важным хабом для предоставления Украине военной помощи других стран. То есть, она прибывает либо по воздуху, либо по морю. В аэропорты и порты Республики Польша. И далее по секретным маршрутам приходит в Украину. И мы тоже за это очень благодарны. Соглашение безопасности с Польшей имеет свою специфику, конечно, как и с любой другой страной. Что касается возможности использовать польскую противоракетную оборону для сбития целей над Украиной. Там пока только заявлено, что стороны будут разрабатывать эту тему. Конечно, мы хотели бы, чтобы уже сегодня-завтра польские войска сбивали. То, что могут дотянуться на территории Украины. Но пока об этом говорить ранее. И да, вы упомянули еще один аспект. Это создание на базе украинских беженцев Польши, украинского легиона. То есть, который будет формироваться, тренироваться на территории Республики Польши. А потом уже применяться для обороны Украины на территории Украины. Эта работа начинается. Она тоже довольно интересная. Много разговоров о том, как привлечь беженцев призывного возраста к службе вооруженных сил Украины. Мы предложили такой немного нестандартный вариант. Ну и также Украина подписала соглашение по безопасности с Румынией. В частности, Бухарест передаст систему противовоздушной обороны Патриот. И поддержит усилия Киева обезопасить акваторию Черного моря. Также Румыния будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину. И помогать в разминировании Черного моря. Кроме того, Бухарест вместе с партнерами будет обучать украинских пилотов. Ну и третье соглашение по безопасности на этой неделе Украина подписала с Люксембургом. В документе, в частности, отмечается, что Люксембург продолжит оказывать военную поддержку Киеву во всех соответствующих сферах. Включая сухопутную, кибернетическую и воздушную. Также речь идет о поддержке Люксембургом вступления Украины в ЕС и НАТО. А также санкций в отношении Российской Федерации. Как вы оцениваете помощь со стороны Люксембурга и со стороны Румынии в противостоянии российской агрессии? Люксембург, наверное, из самых маленьких стран. И понятно, что мы тоже рационально оцениваем то, что с Люксембургом нам интересно работать, в первую очередь, по экономике, по финансам. Это одна из финансовых столиц Европы. И поэтому, что касается санкций против российской экономики, то здесь эксперты Люксембурга очень помогают. Также в Люксембурге очень сильны подразделения киберзащиты. Это строилось для защиты финансовых операций. Но консультации с ними ведутся. И в киберкоалиции Люксембург очень активно проявляет себя. Что касается Румынии, да, первое – это безопасность в Черноморском регионе. На территории Румынии базируется часть войск НАТО, позиционные районы противоракетной обороны. У нас сотрудничество идет по Черноморскому флоту, по транзиту. И именно через Румынию большая часть украинского экспорта до сих пор отправляется на мировые рынки. Румыния строит даже дополнительные автобаны к украинской границе для того, чтобы диверсифицировать всегда инфраструктурные коридоры. И чтобы Украина была связана с окружающим миром, несмотря на войну, которая идет в стране. Анонсировалось подписание соглашений по безопасности с Чехией, Словенией. Какие еще страны готовы подписать подобные соглашения? Украина открыта, конечно, для всех стран. Мы понимаем, что, возможно, Словакия и Венгрия это будет не так просто, как с многими другими странами. В Чехии очень сильна оборонная промышленность. Еще с времен довоенности Словакии и Советского Союза и с чешскими оборонными компаниями у нас уже идет сотрудничество. И мы благодарны президенту Чехии за его инициативу, за снарядную программу. И уже в ближайшее время все больше и больше снарядов через Чехию из третьих стран будут поступать для вооруженных сил Украины. Это поможет, если не достичь паритета, то хотя бы выровнять разрыв с тем количеством снарядов, которые получает российская армия. И поэтому я думаю, что в области военно-промышленного комплекса будет довольно большой раздел в нашем соглашении безопасности с Чехией. Ну и наверняка будут секретные протоколы, которые не станут достоянием общественности, но которые как раз будут показывать, что, в каких объемах, на каких заводах будет производиться в Украине, в Чехии для оснащения украинской армии. А запланировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию на следующую неделю. Каких результатов стоит ожидать? Это будет, по-моему, третье или четвертое заседание сообщества демократий. Ранее это проводилось и в Кишиневе, и в Мадриде. То есть это еще одна площадка, которая может объединить не только страны, входящие в ЕС или страны, входящие в НАТО, но и более широкий спектр стран. Вообще же глобальный раскол в мире сейчас во многом происходит по линии демократические страны против автократий. И поэтому клуб демократических стран, это фактически все союзники Украины, поэтому у нас будет о чем рассказать, будет о чем говорить с нашими партнерами в этом клубе демократии. И еще о помощи хочу с вами поговорить. Украина получит от США новый пакет поддержки. Об этом заявил Джозеф Байден на встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Американский президент заверил, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину. Это уже восьмой пакет, одобренный Байденом с конца апреля, когда Конгресс принял дополнительное финансирование для военной помощи Киеву. В новую поставку на 225 миллионов долларов в частности вошла батарея ЗРК «Патриот», ракеты для «Насамс» и «Стингер», боеприпасы для «Хаймерс», а также артиллерийские снаряды. Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности. И мы работаем с нашими союзниками по НАТО, чтобы гарантировать, что этим летом Украина будет летать на F-16. И мы показываем миру, что мы поддерживаем Украину сейчас и в будущем. И полноценное членство Украины в Североатлантическом Альянсе не имеет альтернатив. В итоговом коммунике 75-го саммита НАТО отдельным блоком подробно прописали дальнейшие политические взаимоотношения с Украиной. Лидеры государства Альянса единогласно поддержали новую риторику относительно будущего вступления Украины в блок. Как известно, решения НАТО принимаются только в случае, если ни одно государство не выступило против какой-либо из его формулировок. Мировые СМИ отмечают, итоговый документ этого саммита является более амбициозным для Украины, чем вильнюсская декларация прошлого года. Мы завершили заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств. Мы приняли важное решение, чтобы сделать более сильными союзников НАТО. На нашей встрече мы также решили предпринять дальнейшие шаги, чтобы еще больше приблизить Украину к НАТО. Поскольку Украина продолжает свои жизненно важные реформы, мы продолжим поддерживать ее на необратимом пути к членству в НАТО. Работа, которую мы сейчас проводим вместе, гарантирует, что когда придет время, Украина сможет присоединиться без промедления. Вопрос не в том, будет ли, а в том, когда. Итоги саммита НАТО, по сути, в Вашингтоне мы понимаем, но реализация, насколько сложной будет всех шагов? Нет, пожалуй, несложная. Конечно, наши украинские зрители лучше бы услышали, что НАТО принял решение начать переговоры о членстве, но мы понимаем, что до окончания войны это просто нереалистично. И поэтому важный результат саммита НАТО – это то, что Украина получила полное понимание, как мы дальше будем сотрудничать. То есть, действительно, переговоры о членстве пока не начнутся, нет политической готовности у наших партнеров. Но что будет до того? Мы сегодня упоминали Киев Security Compact, то есть этот комплекс договоров в сфере безопасности. Цель этих договоров – это сделать вооруженные силы Украины максимально боеспособными, максимально вооруженными новыми высокотехнологическими видами вооружения, инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс, чтобы мы сами могли на подземных, на секретных заводах производить достаточное количество вооружения, для того, чтобы и эта война закончилась справедливым миром, и любая другая новая война на территории Украины не могла начаться, потому что Украина имела бы гарантии безопасности от собственных вооруженных сил прежде всего. Но это ни в коем случае не отменяет наше стремление к получению гарантии коллективной безопасности и полноценному членству НАТО. То есть есть понимание, мы на техническом уровне максимально готовим институциональную готовность Украины и вооруженных сил для вступления в НАТО. До того мы получаем системную помощь от партнеров. Когда меняется политическая ситуация, мы получим это приглашение и получим гарантии коллективной безопасности. В таком случае это, возможно, произойдет довольно быстро. Но готовиться надо, и дорожные карты все готовы и расписаны. И от саммита НАТО в Башингтоне до анонсированного саммита мира. Как думаете, чего от него ожидать? Это заключающий сегодня вопрос. Конечно, мы ожидаем от саммита мира справедливого мира, который будет базироваться на уставе Организации Объединенных Наций, на уважении к территориальной целостности Украины. Украина объявила, что она готова приглашать российскую делегацию. Но мы видим, что на сегодня, наверное, позиции Российской Федерации слишком отличаются от уважения устава ООН. Поэтому либо это будет саммит для детальной проработки тех пунктов, которые говорилось на первом саммите мира, либо же он будет откладываться до того, когда позиции сторон будут хоть более-менее взаимодополняемы. И они будут готовы к диалогу. Спасибо вам за ваше экспертное мнение. Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, был с нами на связи. Ну а в этом выпуске мы ставим точку. Итоги дня будут в 21.00 по Киеву. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok